Всем привет, с вами Мимик и сегодня мы начинаем прохождение новой игрушки под названием Widgell The Longest Night. В общем, игрушка вышла совсем недавно, грубо говоря, пару дней назад. И представляете себе такой 2D Source Like или... Чуть-чуть не узнает, как даже назвать жанр. По сути, 2D Dark Souls, только когда мы умираем и, получается, не возвращаемся обратно там в кастрол или к чему-либо, проходя через загрузку. Ну, игрушка, в принципе, стилистика мне понравилась, как бы, боевка тоже понравилась. Единственный минус, то, что я играю, понятно, дело на ПК. Играю без геймпада или без джойстика, кому как приятней звучат. А она, хотел бы сказать, клава мыши, но мышь тут не поддерживаются вообще от слова. То есть, всё играется через клаву. Не знаю, как удобно будет. Я, в принципе, проверил минут 10, поиграл в неё. И фиг с ним. Ну, вроде и прикольно. Поэтому, погнали. Здесь три сложности. В принципе, на нормальном будем. Даже заставки есть, кстати. В принципе, пока что ни хрена не понятно, как обычно, бывают в таких играх. Окей. Дали чувачку выпить какое-то пойло. В общем, выбора персонажа у нас нету. Мы играем за девушку. Лейлу, по-моему. Вот такая вот у нас стилистика, в принципе. Пока что у нас, в принципе, такая комба. Можем уворачиваться, бить и так далее. Тут у нас есть какие-то навыки, снаряжение. Можно прочитать, в принципе, мечты зожные. Это значит, что мы, скорее всего, дозожные. Так. Пальто дозожных. В принципе, это я всё читать не буду. Поэтому, если кому интересно, можете прочитать. На этом. И, как обычно, у меня какой-то лёд. Когда я включил запись. Окей. Без оружия у нас мечты зожных, понятное дело. Но, судя по навыкам, у нас может быть меч, топор, пажные клинки. Что, в принципе, как-то прикольно. Я всегда люблю играть пажными клинками в играх. И лук. Ну, и общий. Какие-то пассивки. Ну, понятное дело, что у нас сейчас пока что... А, метла? Чё? Хотел сказать, что у нас есть как... Только меч. У нас есть какая-то метла. Может, за всякие... Не знаю, ДЛС вроде особо не было. Ладно, пофиг. В общем, погнали. Управление G-атака. Прыжок движения. Использовать зелье. М-атак. Ой, кажется. Вот такая вот карта у нас. Понятно пока что. Окей. Хранитель фонаря. Наконец-то ты здесь, дозорная. Как пробел. Сюда возвращаются все дозорные, чтобы пройти испытания и завершить ритуал. Лутик. Так, Лейла, кто вы? Минувшие годы стерли мое имя со страниц истории. Оно больше не важно. А тебе лучше сосредоточиться на испытании. Пора сделать шаг и устремиться к свету. И он дал нам какое-то савиное перо. Принесет к савиной статуе, которую вы посетили последней. Это типа чекпоинта наша. Ну, дальше мы увидим их. В общем, судя по всему, то мы выпили какое-то зелье. И мы просто пришли в какой-то этот мир. Фиг ее знает. Чем-то вот этот вот хранитель фонаря напомнил мне такой же 2D игрушки. Солтен Секчуарит. Который, кстати, довольно хороший. Я считаю, одной из самых лучших. 2D такие, ксу слайд. Так, сохранение. Вот у нас есть сова. Сохранение и телепортация. Савиная статуя позволяет вам телепортироваться. А также сохранять и загружать игру. При взаимодействии с ними игра сохраняется автоматически. Внимание, в случае гибели вы потеряете прогресс. Используйте савиное перо, чтобы перенестись к савиной статуе, которую вы посетили последней или кровавую душу птенца для автосохранения. Окей, что у нас тут есть? У нас есть сохранение. Это я когда тестировал, сохранялся. Или запустим. Ой. Тут неудобно, что когда подходим, взаимодействие идет через W, а дальше через Z. Загрузка, телепорт. Так что у нас ничего нету. И закрыть это... Закрыть. Окей. Кровавая душа птенца. А, это который переносит нас. Или сохраняет. Уклонение. Shift, чтобы уклониться. И кувырок вперед, чтобы уклониться. Это так, окей. Первый враг. Это крыса какая-то. Что эти крысы у них светятся глаза, и они, в принципе, убьют. Ну, понятное дело. Левел тут происходит просто не накопление каких-либо души, а просто за врагов. Можно посмотреть. Он у нас 40 из сотни. Так же, когда мы восстанавливаемся, ну, идем к сове, болтаемся с ней, то у нас враги пресаются. Что можно, в принципе, фармить опыт. Каким-то моментом. Тут новый какой-то враг. Левел of взаимодействие. Тут у нас золото. Что я не понял, так это вот эти вот хилки. Кстати, тут нигде не написано. Всего можно иметь 7 из 10. Но они, по-моему, как я понял, не восполняются, когда мы сохраняемся у совы. Поэтому опасно все тратить. Понятно. В общем, левел ап. Теперь следующий левел у нас не 100, а 140 надо опыта набрать, что, в принципе, можно набрать. Каждый левел нам дает 1 очко навыка. Можно поднять фехтование. Искусство владения клинком. При использовании мечей атака увеличивается. То есть, 3 атаки всего дает. На базе, на фоне вот этого у нас 29. В принципе, не так много, на самом деле. Получается, 10% даст нам урона. И я не знаю, можно ли их скидывать, потому что сейчас мы пока что владеем мечом. Я не знаю, сможем ли мы скинуть, чтобы прокачать там топор или парные клинки. То есть, меч качать такое себе, конечно. Также можно прокачать себе просто максимум УЗ на 5%. Ну, снова же, 5% это у нас из 200 здоровья. Чуть-то 10 хп тоже особо как-то мало давать. В принципе, пофиг, наверное. В меч упремся. У нас строились какие-то новые навыки. Ну, пускай надо подтвердить. И пойдем дальше спускаться. Стилистика игры, кстати, мне прям вообще доставляет. И интересно. По-любому кто-то пишет. Да. Да. Что тоже довольно прикольно, что... Броня меняется. Взаимодействие, подъем, полестница. А, в этих обучающих роликах, конечно, у них такое ощущение, как будто 30 фпс, да? Это не у меня, так как я посмотрел видео, это у всех такая фигня. Что нас тут ожидают? Оп. Пошло нафиг. Тут еще нас ожидают две мыши. Еще две ахилки. Расход выносливости. Если шкала выносливости окрашена в желтый цвет, значит, Лейла устала. В этом состоянии ненасимый урон уменьшается вдвое. Расход выносливости удваивается. Если желтое закончится, Лейле придется остановить и перевести дух. В это время вы не сможете ей управлять. Совершенствуйте науки, тренировка и адреналин, чтобы ослабить негативное. То есть, когда мы используем вот атаки или горки, у нас после зеленой выносливости еще получается... Такая вот есть дополнительная эффекта. Дополнительная шкала. Окей. Дальше мы не пойдем. Я хочу сходить... Ну, как костер, сова. Похиляться и перезапустить. Да, ну, давай еще и сохранимся на всякий пожарный. Потому что дальше нас ожидает первый босс. Он не сказал бы, что прям серьезный босс, но... Все же. Кстати, что мне интересно... Когда мы повышаем нашу... Как бы нашу уровень... Просто так статы не увеличиваются сами по себе понемножку, да? Это плохо, кстати. Еще один левел ап. 182. Блин, еще можно 2 набрать. В играх я очень люблю фармить на самом деле. Я не знаю, до меня грин, то есть это... Будет хорошая штучка. Неа. Я, как говорится, в ихрах люблю фармить и не люблю умирать. Может, как и все. Поэтому стараюсь боссов там, в каком-нибудь Dark Souls'е, там стараюсь боссов постоянно... Типа, убивать максимально сейвов. Получай. Немножко золота, кстати, с крыс даем. И погнали еще тогда последний раз, наверное, перезапустим. Оп. Такие вещи, наверное, может, что-то я буду делать там за кадром. Небольшие прокачки, там небольшой грин, не знаю. В общем, хотите, пишите, но, скорее всего, да. И все, погнали смотреть босса. А, окружение. Еще один левелап. Так, вот этого мужика надо убить. Не знаю, есть ли какой-то редкий дроп с этого мужика. Может, там... А, ну, хотя булавы-то не можете упасть. Обидно. Давайте прокачаем. Сразу фул в силу давайте просто атаку повышим. Повысим. И что мне интересно, 35. Давайте посмотрим, увеличит это на 10 или в сумме будет просто 10. Да, это просто в сумме на 10 мы повысили себе атаку, ясно. Ну, фактически мы ее видим, да? Э, ты куда ушла? В этой игре, кстати, есть блок. Ну, не особо им не пользовался на боссе. Так, пошел нафиг. Все, остальное убить не будем. Погнали, босс. Он пробежал, тут кого-то поубивал, видимо, других дозожных. Первый класс вот такая вот с полусобачка-жаждащей узел. Узел их ужаса. Оп. Сразу пол хп нет. То есть, фактически, как я понял, по его атакам лучше всего держаться вот так вот в спине его. Иногда он прыжками может. Так, покажи, чей, похилимся. Фактически, кто хочет знать ничего тут про качки, когда я вот пробовал с ним драться без прокачки всего, я бил его по 40 хп. А сейчас 10 атаки, бью по 48 хп. То есть, не такая же большая разница. Черт. Три нахрен, кидает. Ёптик. То есть, больше уворачиваемся. Так, и наверное еще на удар В принципе босс совсем не сложно получается То, что единственное вот эти вот его прыжки То назад, то и так Как-то непонятно А так в принципе совсем дизи босс получается Навыки Что у нас можно прокачать? Комбо в воздухе Пройдите еще одну атаку в воздухе Жмите кнопку атаки, находясь в воздухе Много слов в воздухе То есть в прыжке Мы можем пока что один раз бить Там два Дальше откроется удар с небес Используйте в воздухе особую атаку И шанс оглушить врагов И пройдите третью обычную, находясь в воздухе А шанс оглушить врагов на одну секунду Ну, по-моему, такое себе Добивание Пройдите еще одну кумбу в атаку После трех обычных атаки Нанесите дополнительный урон стойкости Нажмите кнопку атаки После третьей атаки на земле Плюс 20 урона к стойкости Я не знаю, что на самом деле Что такое стойкость Тут вообще получается Место пассивок Больше какие-то быстрые выпады Блок работает на 0 секунду Быстрее Мастер защитит Дает дополнительное поглощение урона При блоке Ну, это прикольно, кстати Потому что щитов тут нету Я блоком люблю Использоваться Мастер меча Все ваши атаки отражают Выпущенные монстрами снаряды Воу, это, кстати, прикольная штука И давайте пока что Прокачаем максимум ХП себе Так, и у нас Снаряжение Колечко появилось Кольцо 200 человек Че? Здоровье плюс 5 А, максимум статуя Я не знаю, откуда он появился у меня Кольцо из цветка Кажется, для изготовления И вправду использовался Настоящий цветок Впрочем, нынче так давно засох И может рассыпаться От одного невежного движения Ну, а у нас То есть плюс 15 То есть наша стамина Полезно Возьмем Это кольцо Давайте оденем Ничего особенного Какое-то Так, прыжки пойдем Удерживайте Чтобы выше прыгать И собираться на платформу Ясно Да, я понял Ты сильнее, чем мы ожидали Это зажное Мы Сейчас не время для вопросов В нем лежат Если хочешь положить этому Кошмару конец Заверши церемонию Отдали стражу врат И пройди через Аверну врата Что ведут в межмертвых Устреми свой взгляд К свету И позволь ему направить Направлять тебя Записи обновлены Тут есть какие-то записи А, это типа получается Как глава Хранитель Ой Хранитель фонаря Сказал, что все дозорные Должны пройти через врата Аверт Ага Ясно? Понятно Ясно, что ничего не ясно С и Д Пустится по ступенькам Ага Прикольно А тут у нас что? Тут у нас какая-то И не творится Поэтому пока что сюда не пойдем Луна, кстати Прикольно выглядит Так, еще одна сова Это хорошо Потому что Босса мы победили И пятый лавел взяли Мы, кстати Да Можем телепошнуться Чтобы там пофармить их Но думаю Пока что не стоит Метательный нож Чтобы экипировать предметы Откройте боковое меню И придите в инвентарь Ячейки быстрого доступа Помещается до 8 предметов Е сменить предметы Е холд Использовать колесо Выбора Ага Ну, потом будем Можно, в принципе, прочитать Думаю, может А тут ничего не написано Небольшой острый Но очень острый клинок Предназначен для метания С дальней дистанции Хорошо Ага, эти чувачки У нас, получается Сейчас, как обычно Враги, да, будут Магические предметы Откройте инвентарь Перейдите в раздел Магических предметов Чтобы выбрать Их вес от времени Заклинаний Нужна мана Стоимость заклинаний Указана справа У каждого заклинания Своё время Перезарядки Такие заклинания Влияют на ваш Магический статус Это должно предполагаться Что сейчас Должны тут дать Какой-то магический Предмет Правильно Ну Нифига не дают Давайте посмотрим Где там Инвентарь Магическая сила Тут не написано Сколько маны Требуются Маленькие задания Окей Зачем эта подсказка Если нам не дают Никакой этот Иди сюда Хлопят Куда можно Как-то попасть Интересно Но Не будем пробовать Прыгать Может потом Когда-нибудь Если Будет какой-нибудь Там Война Прыжок Или не знаю Попробуем Пока что Я думаю Это плохая идея Не успел Не успел О Левелап Нас полностью Хилит Это прям Отлично Не будем Пока что Париться Насчет левла Че мы взяли Малый камень Мерсания Один Использует Так Камень Испускает Тусклый Мерсающий Свет Дает Оружию Три дополнительных Очка Чар Че Не знаю Что это Такое Окей Упал без урона Получается А вода Там какие-то Слаймы Вода Нас Дамажит Не Дамажит Окей Какие-то Слаймы Которые Кусают Нас Ну Э Утянул Меня Какой-то Херней И что-то Упало Пузырь Слизи Можно продать 10 монет Хорошо То есть Что-то Из этих Противников Все же Падает То что Тут Даже У нас Снаряжение Вон Написано Шанс Получения Предметов Есть Какой-то Стат Запомнил Тут Проход Дальше Тут У нас Не знаю Есть ли Какие-то Скрытые Тут Стены Зачем Этот Проход Не ясно А туда Видимо Как-то Справа Можно Попасть Отлично Так Вонючий Шлем Что Ничего 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 Записи Ладно Страшно Ничего Я нашла Вонючий Шлем Под мостом Майя Может Он Кому-то Нужен Это У нас Снаряжение Маска Головная Боже Нет Это Задание Какое-то Внутренняя Поверхность Шлема Полностью Засалена И покрыта Перхочью Ясно Что Его владелец Не заботился Ни о нем Ни о себе Ясно Какой-то Вонючий Шлем Нашли Ясно Понятно Так Тут Это Опасно Я надеюсь Что эта игра Будет Не сильным Таким Знаете Платформером Потому что Платформер И платформерные Игры Я не особо Люблю Которые там Миллион раз Прыгать Вот это А с той стороны Мы как раз Были Отлично Особенно На Чисто на Клаве Думаю Такое Себе Проверим Будет Удовольствие Там Там По-моему Дизу Ничего Нету Поэтому Отсюда Прыгать Смысла Нету Опа Домик Потрепана Этикетка Собственно Стива Вора Найду И Прибью Хорошо Текила 6 То есть Может Не надо Было Брать Это Напиток С насыщенным Фруктовым Ароматом И алкоголем Повышает Скорость Установления Уносности Но При Чистосмешном Потреблении Головные Боли Гарантирован Нормально Записка Аккуратно Почерком Стив Это чай Бруно Приготовил Для меня Понятно Даже Трогать Его Не смей Грэм Снаряжение Чтобы сменить Снаряжение Так Это в принципе Понятно Кью Сменить Оружие Если выбран Лог Справа Расточка Вы видите Стрелы Все в игре 5 типов Стрел Ни хрена себе Ага Видимо Видимо Тут Изогнутые Кинжалы Еще изучить Неаккуратная Записка Если что-то Одолжили Не забывайте Возвращать на место Свой третий том Новогоднего Бешира До сих пор Найти не могу Дюром То есть Тут ожили Какие-то люди О А Это шуртка Получается Народ Это получается Шуртка Правильно Ну Мне теперь Интересно 18 Загнутые Кинжалы У нас меч Конечно Сильный Так Статистика Изогнутые Кинжалы Соносторонним Лезьем Наносит Врагам Окруженный Уран Возьмем Ага Я предлагаю В принципе Сохраниться И пойти Просто посмотреть На эти Кинжалы Правильно Тут же у нас Есть Враги Hello Ну Худюк 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 Ну Значит На самом деле Пока что Такой себе Как по мне А что у нас Есть По навыкам Кинжалов Давайте Посмотрим Так Усиливает Атаку И урон Стойкости На 30% Тут Соотношение Не в таких Цифрах А просто По процентам Острее Влечит Урон Стойкости От Пажных Клинков Удар В спину Снижает Расход Вносливости То есть Вместо Всяких Ком Делает Так Серия Ударов Под спину Наносит Плюс 1 урона В течении 10 секунд Эффект Суммируется До 1 раза Подтвердите Пройдите серию Атак С толчком Многократно Нажимайте Кнопку Атаки Находясь На секре Знаете Пока что По моему Мне больше Меч нравится Что у нас Тут По предметам Вы можете Метать предметы И творить Заклинания В воздухе Или во время Комбо Ага Кровая душа Повышает Скорость Восстановления Зелий Медитация Повышает Скорость Восстановления Выносливости Блин Вот это Кстати Хорошо Не знаю Насколько Снижает Расход Выносливости Снижает Длительность Истощения Адреналин Ага Это Вот это Про желтую Как говорили Люди Устанавливают Выносливость После успешного Уклонения Блин Прикольно Объединяйте 2% УЗ На Плюс 1 К урону Стойкости Че Неясно Тут У нас Магия Лишь Число Расходом Предметов Науки Метания Такой себе По моему Вообще Длительность Негативных Эффектов Снижает Получаем Физический Урон Блин Вот это Прикольно Получился Мертельный Удар Тут же Восстанавливать Те 30% ОЗ Вау Ну Кстати Такие Себя На самом Деле Правда Навыки Может Еще какие Потом Будут Не знаю Но Блин Снижение Урона Это Конечно Супер Я Даже Не знаю Восстановление Зелий В принципе Пофиг Негативные Эффекты Давайте ХП Все Восстановим И пока Что В принципе Сменим Себе Мит Чего Сохранимся На всякой Пожарной Пойдем Посмотрим Что у нас В правой Стороне Ломать Особо Видимо Ничего Нельзя Так Оттуда Можно Сходить Ой Сломать Что Можно Не Тут Вроде Ничего Нет Получается Нам Наверх Так Особое Действие Ставьте Блоки Поглощайте Насим Вам Вами Урон А кстати Да Я не Посмотрел На Этот Ну Кинжалов Наверное Тоже Типа Блок Есть Что Атаку Смена Стрел Оно Че Это Наверное Что Написано Пройдите Критическую Атаку Сокрушите Защиту Урага Требуется Урон Комет То есть Кинжал Мы пока Что Ничего Не Можем Делать Ну Ясно Еще Зелья Поговорить Ага И это Мы Получается Да 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 Прошли Сюда Что тут Взаимодействовать Что тут Валяется Сломать Ничего Не Можем Ок Город Что У нас По Деньгам Кстати Где У нас 1600 Так Убегала Власти После Битвы За Дик Пешир Защитники Ворот Выступившие Против Павшей Госпожи Завоевали Огромную Славу А ты А ты Знала Что Кандидат Городскую Стражу Должен Сначала Пройти Пять Суровых Испытаний Никогда Об этом Не слышала Надо Больше Читать Об этом Упоминается В многих Старинных Книгах Например Лендивильской Хронике Так Сказано Что Слова Стража Ворот Имеют Метафорическое Значение Это Некий Символ Ок Я родился Неподходящее Время Посмотри на Меня Шелудивый Пес Который Сидит Здесь И гавкает На пустоту Слишком Строг Себе Стража Май Защищает Город Это Почетная Работа Думаешь Теперь Что Все Изменилось Ок Дальше Будет Есть Че Штал Грэм Этот Прайдох Сбежал Без Предупреждения И теперь Мне достались Все Его Смены Чуть Не Круглые Сутки Та Штюна Службы Все Равно Удачи Ему Пожалуй Я Не думал Что Грэм Может Учудить Такое Эх Молодежь Хотел бы Я Влюбиться Настолько Чтобы Вот Так Все Бросить Так Ты Уже Влюбился Разве Нет Молчи Старина Если Стив Слышит То Непременно Разболтает На весь Город Такие же А с тобой Да То же Самое Да Я Понял Понял Окей Заходим В город Нам Сказали Что Город Что Захвачен Терроризирует Монстры Так Там Жарим Моя Бруна 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 Пропала Где Капитан Не нужно Погреть С Капитаном Я Везде Искала Но Нашла Только Кровавое Пятно Водопада О Богиня Успокойся Женщина Моя Малышка Моя Бруна Пропала Бруна Опять Пропала Может Ее Волок Монстр Это Невозможно После того Как Капитан Закрывает Ворота В город Не Проскочит И мышь Уж Тем более Какой-то Там Монстр Когда Может Она Убежала С Грэмом Помнится В прошлом Году На Померкший Ден Уже Был Такой Же Случай Да Как Вы Смеете Клеветать На Мой Дойч Это Все Грэм Виноват Гадкий Язычник На Других Тоже Не Клевещи Тебе И Повода Не Надо Чтобы Грэма Обвинить Он Даже Страш Никого Не Может Незаметно Вывести Из Города После Закрытия Ворот Я С Этим Разберусь А ты Ступай Домой На Случай Если Бруна Вдруг Вернется Сама Ах Золото Мое Где же Ты Да Да Нужно Идти Домой Вдруг Она Вернется Нужно Бежать Домой Я Помощник Капитана Ты Вернулась Тяжелые Времена Здесь Повсюду Хаос Я могу Чем-то Помочь А ты Изменилась Это Из-за Подготовки Которая Проходит Дозажная Если Правда Хочешь Помочь Сбавься От Гигантское Чудище Что Бродит Вкруг Города Она Уже Убила Многих Стражей Которая Прогладывает Людей Целиком Я Прокончила Его По пути Сюда Что В одиночку Да В одиночку Что-то Не так Нет Вовсе Нет Просто Удивился Это Прекрасная Новость Поверить Не могу Какой Это Стало Сильной Может Этот Вот Этот Что Показали В начале Ролика Обряд Может Мы Там Его Использовали И вернулись Уже Домой Может Фиге Знает Может Дальше Расскажет Не нужно Отозвать Людей Мож А Может Отнесли Послать Капитана Он В учет Моего Донесения На заставе Скорее Ты найдешь Его Наверху Ясно Записи Обновлены Нужно Сказать Капитану Что Бродившего Вокруг Мои Монстр Рубит Окей Может Награду Какой Даст С того Ворот Вверх Магазин Давайте Сходим Магазин У нас Есть Дальше Нельзя Ага Идония Привет Значит Ты Есть Та Самая Дозорная Меня зовут Идония Я могу Тебе Помочь А Все За Несколько Монет Очень Хорошо Помочь Что-то Мне это Напоминает Разве Нездорово Совсем Немного Монет Могут Продлить Нейш Наш Жизни Ага Слева Мои Предметы Зелье Исцеление 15 монет Стоит Кстати Не так Дорого Поэтому Можно Принципе Закупаться Горючая Смесь Метательный Нуж И Динамит Окей Может Как-нибудь Задержишься Ненадолго Расскажешь О себе Снова Здравствуй Ясно Что у нас в городе происходит Тут Какие-то чувачки Адам Бруну и правда Давно никто не видел Мы тоже за ней переживаем Но от нападок Танжерин Пользы никакой Я всегда считал Бруну такой же Как ее мать Ревностной последовательницей Боги Богини Но на Померзший день В прошлом году Что ж Люди часто Не оправдывают Ожидания Можно изобразить Все Даже Религиозность Наверное Кроме Танжерин Тут не осталась Истина Верующих Ясно Ты тоже самое Да Гиза Ты уже знаешь От чудища Что бродит За воротами Горет Ростом Она выше Трех взрослых Мужчин Можешь Закладать Людей Целиком Тварь Уже Убила Несколько Сражей Когда Она Нападет На город Лишь Вопрос Времени Мы все Доверяем Капитану Казла Но Дюрану Или Рэндалу Ха Те Которые Стоят Да Я Убил Его Профессора Давайте Заглянем В кузницу Посмотрим Что можно Сделать И Отправимся Туда По квесту В принципе Уже Времени Неплохо Прошло Поэтому Ох Как тут Много Всего Кстати Окей Исидора Здравствуй Дозорная Позволь представиться Я Исидора Здесь Неуправляющая Если хочешь Ставить что-нибудь В безопасном месте Обратись ко мне Я предложу решение Не волнуйся Сохранность Гарантирую Но мои методы Коммерческая тайна Наша Вообще Маленькая тайна А Тут Просто Склад Будем Сохраняться С тобой За карри За раки А Это ты Раз Уж ты здесь Можешь посмотреть Что у меня есть На товар с дефектом Я могу сделать скидку Спасибо О Зачаровать Зачаровать Все снаряжения Кроме колец Можно зачаровать Всего в игре Шесть типов камней Каждый из них Добавляет Доспехом И оружие Подве Уникальные способности Вау Это круто Выберите Снаряжение В меню Зачарования Затем Используйте Левая И вправо Чтобы выбрать Камни Эффект Нема не Придемят Можно зачаровать Только один раз Если вы наложите Новый чар Эффект Прежнего Камня Будет потерян Ага Ну Типа Тебя Эти камни Получается Мне нужно Находить Брать Или Ну Если написано Ноль Видимо Логично Что да И по 3000 Стоит Ладно Перековка Все снаряжения Кроме колец Можно перековывать Улучшив Его параметры До 150% Вау Пользуйте Камни Мерсания Чтобы повысить Уровень Изготовления Ага Вот эти Которые Камушки Нашли Все таки Это получается Как точка Типа Так Ну 31 Такое Не хочу Пока что Перековывать Торговля Что у него Есть Цавиная Шляпа Не защищает Свою Владельца Прикольно Защита 300 КС-3 Дружок Свинцовые Шарики Накидка Дозорных Накидка Которая Помогает Своему Владельцу Слиться С окружением Прикольно Угненная Стрела Ага Это вот Стрела Которые Есть И Разные Ботинки Ну Лук В принципе Давайте Купим Если еще Можно купить А зачем Судя Судя По всему Кто Хочет Почитать В принципе Можете Почитать Можно Смело Хватать Любого Ружья То есть Тут Есть Некое Разделение На Обычную Броню И Тяжелую Броню Потому что Вот написано Видите Расход В уносливости Плюс 25 Что у нас По статам 4 И стойкость 20 Ага Вот это В принципе Прикольно Не хватит У меня денег 6 Защиты А тут 13 И стойкости Дает Очень много То есть В тяжелую Скорее всего Не буду идти Хотя В принципе Было бы Прикольно Скорее всего Потом Вот эти Спячку Я куплю На Давайте Купим Вот это Все 1250 Не хватит Чуть Чуть Нам Потом Уже Купим То Так Что за собой Дверь Спасибо И Посмотрим Снаряжение Защита 3 Стойкость 3 Защита 1 Стойкость 10 Вот у нас Стойкость А можно Как-то Я бы хотел Посмотреть Что у нас Вот это За стойкости Там Посмотрим Вот так Вот 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 А накидка Блин Плащик Прикольно Кстати Выгляд Наверное Его Я Ставлю Маска Совы Ну По-моему Такое Себе Да Так Кстати Прикольно Выглядит Даже Но Все Таки Оденем Накидку Может быть За кадром Я Накоплю Деньги Чтоб Купить Вон Тут Сет Не знаю Посмотрим Погнали Сюда Доставил Ворот Ломать Что-нибудь Можно Плодовая Как много Тут всего Кстати Так Джереми Я не могу Пропустить Я без Разрешения Капитана Стив Где мой шлем О Сколько Я вчера Выпил Шлем Не тот Что У тебя На голове Ха-ха Это шлем Крема Но я Его Не крал Так Временно Позаимствовал Нихера Нахренел То есть Украл Как со мной Разговариваешь Да ты знаешь Кто я Я Страшиваю Да Да Допустим Но шлем Ты все равно Украл Не хотел Ничего Украсть Но если Тебя так волну Помоги мне Найти Мой шлем А Я ж Нашел Я нашла Нужно Помочь Стиву Найти Шлем Окей На Это твой Шлем Ой Правда Мой Здорово Вот твоя Награда Очень Ценные Экземпляры Моей коллекции Хи Так Повезло Письмо Дюрана Не хочу Узнать Где я его Нашла Какая разница Фу Ужасно Стив Дал мне Письма Дюрана Наверное Стоит Вернуть Э Я Че Какой-то Этот Последний Письмо Ох Много В последнем Письме Ты пишешь Что кандидаты В городскую Стражу Должны Были Пройти Пять Испытаний Удивительно Где ты Это прочел Если Стража Ворот Иносказание То страж Определенно Обозначает Неких Защитников Ну Что они Защищали Иза Даже Не знаю Какой Источник Посоветовать Наверное Индивирскую Хронику Битву За Диш Мир Получается Что ты Хочешь Бла Бла Бля 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 Какой Дюран Кто из них У нас Дюран Не те Два Чувачка Которые Стояли У нас Тут Да Дюран Никогда Об этом Не слышал Надо Больше Читать Так Это Я понял Я родился А Вернуть Письма Можно Не Возвращать Давай Вернем Вот Так Ты их читала Да нет Куда тебе знать О таком Только ученые Ведом Какую роль Стражи Сыграли Битва Древнего И Бешира Я не могу Вспомнить Дословно Но в моих Письмах Что-то Это Есть Письмах Не в тех Что Где Говорится Что слова Стражи И насказание Просто Они сейчас У меня Я их Прочитала Откуда Ты Где Они Отдай Не очень важны Для меня Может они Где-то Еще К нам Пригодились Кстати Ладно Раз Они Так Тебе Нужны Вот Держи Спасибо Наконец Так Я их Вернул Прими Это Знак Благодарности Это Самая Цена Что У меня Есть Кольцо С Розой Дюрин Вручил Мне Подарок Потому Что Я Верну Его Письмо Возможно Мне Стоит Поговорить С ним После Только Найду Бруну Почему Давайте На колечко Посмотрим О Хрен Оно Стоит Фамильное Украшение Семьи Дюрина Нынче Техника Резьбы При помощи Которой Создали Тонкие Лепестки Розы Давно Утрачено И Оно Ничего Не Делает Ну По-моему Такое Себе Да Уж Просто Продать Е Ну Не Буду Пока Что Что Давать Э А Этот Хрен СЧС Кстати Капитан Запер Ворота Потому что Бродят Монстры Это правило Только для Обычных Горожан Впрочем Люди Говорят Бруну Тоже Нес Монстр Некоторые Думают Бруна Пропала Не просто Так Якобы К этому Имеет Отношение Грэм Ха От такой Мамаши Как Танжерина Я бы Сам Сбежал А если Без шуток Не по себе Тут явно Что-то Не так Никто Не видел Как Они Покидали Город Вместе Не знаю Думаю Исчезновение Вообще Никак Не связано С Грэмом Ну Не Ясно Ясно Кто-то Валяется Ключи Смесь Ок Железная Стрела Ясно Тоже Полезная Капитан Оказал Вот это Да Это Ты Давненько Не виделись Вернулась Отметить Помягкий День Меня Прислал Ваш Помощник Просил Передать Что С проглотом За воротами Погончено Вала Богиня Лучшая Новая За последнее Время Это Житая Убила Будь мои Стражи Хоть Вполовину Так Расторопны Брону Б отыскали Еще Несколько Дней Назад Как Думаете Что с ней Случилось На первый Взгляд Грэм Просто Помог Брон избавиться От Назойливой Опеки Но есть У меня Сомнения Особенно Теперь Когда Профессор Помянула О некоторых Монстрах Дейзи Об этом Написала Анжирин Уверяет Что Видела Кровь Возле Водопада А последнее Время Монстры Такиша Стают Богиня Надеюсь Это просто Совпадение Предоставь Это мне Раз уж Дейзи Попросила Меня Вернуться Ситуация Правда Серьезная Замечательно Тогда Поручаю Оба дела Тебе Еще возьми Это оружие Мне Мы выковали Его для борьбы С проглотом Ну раз Ты уже Его убила Оно вправо Твое Спасибо Железная Алибарда Что ты мне Сейчас скажешь Помнишь Норогу К водопаду Как пройдешь Деревню Держи Путь На гору Если что Крестьяне Подскажут Спасибо Алибарда Алибарда У нас Получается Как Топор Наверное Да Хрена Урона Да Да Вон Маленький Значок Топора Показан Ну хрена Себя Да У всех Обидов Оружия Вместо Вот этого Блока Зачем Можно будет Попробовать Эй Ты мне Откроешь Кладовая Видимо Нет Ну да Ладно Записи Да Дайте Брону Побочность Сообщить Капитану Ясно В общем Что Я предлагаю На этом Закончить Нашу Первую Серию В этой Игре В принципе Зайдем сюда И сохранимся Я наверное За кадром Сбегаю На каплю золота На тот Сет А может И нет В общем Пишите В принципе Как вам Вообще Игрушка И если Какие-то Там Секреты Я буду Там Пропускать Тоже Конечно Пишите Если вам Интересно И В следующий раз Мы Отправимся На горы Какие-то Искать Брону И попробуем Топорик В общем Я надеюсь Вам понравилось Это видео Спасибо За просмотр Увидимся В новых Видео Пока Пока